Друзья, сегодня у нас 23 апреля, 30 лет обители рассвета. 29, ошибся. И по традиции мы уже приглашаем людей, которые когда-то здесь жили, принимали участие в подъеме в строительстве этого места. И несмотря на погоду, смотрите какая погода, снежная, можно сказать вернулась зима, мы сажаем деревья, кустарники красивые. Денис говорит, что сейчас таинство заканчивается, начинается следующее. Желаю вам приятного просмотра, отроения, чтобы вам хотелось жить, любить, творить, быть красивыми. В общем, верьте в лучшие друзья и любите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Дима, когда работа, подъехай. Дима, когда работа, подъехай. Таиль, дорогой, подъедите, перейти хорошо, чтобы мы тебя видели. Дима, 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 дима. Дима, Орлов! Давай отдайте для всех, чтобы мы пошли в кадр. Вставайте пожалуйста. Какая команда. Невероятная команда. Заведите свое положение хорошо, чтобы победить эффектив. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, сейчас расскажу как у нас будет происходить. Мы с вами будем высаживать кустики жимолости, которые вкустили. И когда закончим, высаживать в гости, ветераны наши подойдут. И здесь тоже домой получат по яблоньке, по ерге, по жимолости. Они уже лежат. Где-то через полтора-два метра можно идти и вдоль вот так подниматься. Сфотой меня к сажению. Давай. Ты будешь сажать? Молодец. Сфотом. Папа, я за сухой там не вижу. Я за сухой. Пошли. Пошли. Папа, я за сухой. Папа, я за сухой. Скажи что-нибудь, Сань. Да. Радость просто. Рад всех видеть. Не страшно, пурга, будет сладкая ирга. Вы хоть запомните, где ваши деревца, будете потом подходить. Что надо? Как их молодец делать, изящно. Красиво. По-женски вообще. Чувак, когда мужчина и женщина, мужская и женская энергия, они переплетаются. И рождают что-то новое. Саня, я снимаю. А Тон, самый вообще крутой специалист. Саня, она помнит, как Великий Лунин венчался на Храмовой. 28 лет назад. Великий Лунин был еще в Питере. Он был маленький, а душа-то, душа-то. Да какой маленький он был. Хороший, настоящий. Смотри, как класс. Отлично, Данюша. Ура. Посадили. Ура, сажали. И Гена эту запечатлела. Обязательно. Потому что мы там сажали и обнимались. Пап, можно или я положу? Ура. 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 Запомните действительно ваши деревья. Будете потом приходить вспоминать. Игорешек своей рукой до дерева посадил. Да оно еще вырастет. Да. Вот что и плоды до сегодняшнего дня не зря прошло. Да, уже как бы есть. Какое хочешь посадить? Какую жимолость или кегушку? Да, давай. Давай, мне даже не попробуй. Да. Ура. 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 Вы пока сажайте, мы пока потанцуем. А вы пока покопайте. А кто будет танцевать, если мы? Может, ниже? Вы можете ручки помахать. Ой, какое это вкусное яблоко. Яблони, ажимолос, кедр, перга. Здесь есть клюнка, может, вонюк по холодину. Яблони, перга. А вот там упаковочный материал есть. Дай пухти, раму. Денис, можно тебя внять? Я тоже. Это вообще такой подарок. Так, яблоня. Мы можем потихоньку направиться в центр города. Там у нас будет символическая трапеза под снегом. Но мы, да, вокруг костерка согреемся, чайкулим. Давайте, давайте, все идем на центр. Это уже история. Ну, такие доисторические. Лариса. Зина. Блины за сметаной. Штука фрукти и вяленой. Фрукти итальянская. Надо как-то крошить их. Ребята, давайте, наверное, чай. Давайте, стакайте, да. Может быть, я. О, как головашка не лежит. Замечательные люди Олежка и Анжела. Дорогие друзья, всех с праздника, с днем города. Несмотря на эту погоду, нам было дано солнечное окошко в обед. Так сильно солнце блестело, что аж трудно было глаза открытыми держать. Потом успели посадки сделать. Инис Сафронов нам раздал саженный. Народ расходимся. По дороге в долине Слияния много посадок сделали. Мы соединяемся к хороводам. А сейчас вот у нас, несмотря на эту погоду, хороводики, чай горячий, вкусные пирожки. Так что вот такой необычный в этом году у нас праздник. Но, тем не менее, было красивое знамение. Огромный журавль пролетел на двух наших людей. Альбина Урзанова и Жека Плотникова. Они в недоумении были, что отхода он взялся. Так что природа-матушка свой интересный знак нам дала. Каждый путь сам его истолкует. Обнимаю всех вас. Присоединяйтесь с нами, несмотря ни на что. Хорошо. Веселин, сколько ты лет здесь уже живешь? Откуда ты приехал? Я в 2006-м поселился на горе. Значит, это... Сами посчитайте. 18 лет, получается. 18 лет. 18 лет. Трудно было в начале? Нет, все прекрасно. Даже в начале период вдохновения был больше. Скорее всего, сейчас более сложный период экзаменационный, без учителя. Но держимся. А скажи, если бы отмотать назад в хронологию время, повторил бы весь свой жизненный путь? Да, конечно. Не жалеешь ни о чем, что из Болгарии переехал? Очень даже горжусь, что здесь нахожусь. Ну, свою лепту. Встретишься в святыне. Я рад. Ну, хорошо. А есть какие-то, может быть, пожелания кому-то? Молодежи, например, что бы ты пожелал? Чтобы почаще поднимались к нам на горе. Будем так им рады. Затеевали здесь свои мероприятия. Все-таки это же центр нашей общины. Это святыня. Будем всем рады. Спасибо, Веселин. Собираться уже. По нескольку человек, все частями тела, которые я скажу. Давайте мы сейчас пойдем на музыку. О, молодцы, просто. Это очень просто. Вы танцуете, я называю часть тела. Я влеченье у настроения. Радость. И самые наилучшие пожелания. Это дверь в будущее. И любви, и нежности. Мы очень рады, что это будет пятая измерения. Будете выходить из-за сюда? Выходите в пятая измерения, все. Выходим. Выходим. Это Лаптевы и Козаковы. Итак, это уже история. Наворачиваем макароны. Это вы и так еще можете? Самую длинную макаронину намотаем. Вот сюда. Так. Всем хорошего здоровья. Хорошего настроения. Найди себе кого-нибудь. Давайте поближе. Праздник. Мы собрались. Отлично. Таким, танцуем. Ура. Ура. Это город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован в белом на стене. Зарисованы бульвары, реки и басты. Разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит по облакам. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь открываются крыльями восход. Куда-то уплывает белый пароход. Этот город непохожий ни на что вокруг. Улыбается прохожий и за пять минут. Помогая человеку верить в чудеса. Распускаются фонтаны прямо под небесом. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу побудные тяги, останусь навсегда. Вот, ребята. Улетай! Улетай! Весь в туче говорил, обдувая ей бокал. Мое желание, туча, угадай. Разве ты не видишь туча? Без тебя намного лучше. Улетай скорее, улетай. Пожалуйста. Разве ты не видишь туча? Без тебя намного лучше. Улетай скорее, улетай. А нам хорошо. От белого снега, от горных высот, от ясного неба. Где птицы поют весенние песни, где люди живут в согласии вместе. А мне хорошо, когда чье-то сердце так близко стучит и может согреться. Когда яркий свет и утро в алмазах, когда на летуе с первого раза, когда путь высок и в крыльях свобода, и ветра поток в единстве с природой. Где птицы поют весенние песни, где люди живут в согласии вместе. Ура! Ну и сейчас, может быть, поем сейчас песню. Известную. Прекрасную осень и зима и лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, в которой было столько света, что рассказать не хватит слов. Она пришла, когда нам было трудно, и зазвенела соловьями утром. Она навек нам подарила чудо, такое чудо, как любовь. Мне хорошо с тобой идти всегда с ни одной тропой, И снегоматый дождик проливной. И я на свете все им неудачи и удачи. И счастлив тот, кто в это чудо из чудес живет, Кто может, став уже со мной седым, Остаться вечно молодым. И любит наш с тобою новый город, Который вечно некрасив и молод, Не по того ли он еще нам дорог, Что здесь мы встретились с тобой. Пусть будет он всегда, как солнце с ветем, Пусть с нем живя живут любви и плети, Пусть каждый день однажды в жизни встретит Весну, как лучший проливной. Мне хорошо с тобой Идти всегда везде одной тропой, И в снегопад, и в дождик проливной. Деля на свете все им неудачи и удачи. И счастлив тот, кто в это чудо из чудес живет, Кто может, став уже давно седым, Остаться вечно молодым. Что, друзья? Я помню, которая молодой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СEILЯ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ещё про журавль, Женя, расскажи, пожалуйста, то многие не слышали. Иду я по дороге Макария Щепкова с Альбиной идёт. И вдруг Альбина говорит, посмотри наверх. Я оглядываюсь, журавль летит низко над нами в сторону центра. Неожиданно такое чудо произошло. Откуда он летел? В долину Сумьяня. А я с колокол позвонил, иду около бывшего дома Цельмана, и летит журавль. Один. А и кто-то говорит, это, наверное, цапля. Да нет, это. А он курлы-курлы. И Женька рассказывает, что это тоже было. В такое время снег. Неожиданно. Но приятно. Очень приятно. Поздравляю вас. И мы очень благодарны. Необычно такая погода. Вообще праздник светущий. Всё ещё идёт. Два слова. Серёж, два слова. Откуда ты приехал? Я с Урала. Давно приехал? Город Пермь. 99-й год. Первый раз приехал в 97-м. Если бы назад отмотать время, ты бы изменил что-то? Ни грамма. Не жалей, что переехал. Нисколько не жалей. Я открываю глаза по-новому на жизнь. И это меня даёт счастье, любовь, радость и смирение. Я благодарен учителю, благодарен всей земле обетованной. Столько друзей. И вот это счастье, которое сейчас в снег идёт, а душа растопляет это всё. И мы его как бы не видим. Для нас это радость. Всемъеблющий, как бы сказать, народный трепет нового движения Земли. Можно назвать какую-то параллель, провестись, ну, условно, с какой-то национальной идеей, образ жизни, как бы, мировосприятия. Можно это как-то ассоциироваться? Мы сойдём к единству. Нет разницы, кто какой националист и кто какого вероиспределения. Мы должны научиться принимать всех и двигаться только в одном направлении. Быть человеком – это большая радость для учителя, если мы этому научимся. Хорошо, спасибо большое, Серёж. С праздником тебя ещё раз. С праздником. Всем привет, с праздником, друзья. С праздником. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok